Территориальное общественное самоуправление в Костроме одна из важнейших форм участия населения в местном самоуправлении и механизм развития гражданского общества. Первые ТОС начали создаваться в начале 2000-х годов. Среди них ТОС «Селище» и ТОС «Поселок Северный». Сейчас в городе работает 30 органов ТОС, общая численность которых составляет более 60 тысяч человек. Это органы ТОС в пределах одного дома, в пределах группы домов, микрорайона и других территорий, проживание граждан с численностью до тысячи человек и более тысячи человек. Народ очень инициативный и хотят участвовать во всех грантах и конкурсах, которые организует администрация города Костромы. Было принято решение, что нам необходимо собрать конференцию и сделать нам свой ТОС. Сегодня у нас была учредительная конференция, на которой мы выбрали рабочие органы, приняли устав. На перспективу у нас будет ТОС с юридическим лицом. Заволжье и Малышково – это такой неописуемый уголок, я бы сказать, это райский уголок. Могу этим вот гордиться, что поколение взросло воспитывает возрастающее поколение. Было напечатано тысячу бюллетеней, и самое большее количество голосов набрало заволжские родники. С 2011 года при главе города Костромы создан Совет по вопросам территориального общественного самоуправления, главная задача которого – привлечение органов ТОС к обсуждению и выработке решений по актуальным вопросам, работе по совершенствованию системы территориального общественного самоуправления. Для решения актуальных проблем территорий, помимо заседаний Совета, проходят рабочие встречи председателей Советов территориального общественного самоуправления с главой администрации города Костромы при участии отраслевых органов администрации города. Само по себе понятие ТОС – это территориальное общественное самоуправление. Это люди, которые проживают либо в определенном доме, либо на определенном территории, объединились для решения задачи конкретного дома, либо конкретной территории, принимают активное участие в жизни города. То есть это те, кто первый ходит на субботник, первый обращается с какой-то просьбой, акцентирует внимание на какие-то недоработки администрации, либо каких-то коммунальных служб. Это люди, которые проводят праздники, то есть это люди, которые живут не только для себя, но и для соседей и являются движущей силой развития богословства города. Поэтому первый раз с отчетом я вышел в том числе к этим людям, потому что считаю, что они такие же участники процесса управления городом, как и администрация. В рамках встреч рассматриваются такие вопросы, как асфальтирование дорог, санитарная уборка территорий, уличное освещение, парковка автотранспорта, тарифы ЖКХ, санитарная обрезка деревьев, благоустройство мест общего пользования и другие. По итогам областного конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и звание «Лучший орган ТОС Костромской области» в 2013 году администрация города Костромы получила 1 миллион рублей. На эти деньги в каждом ТОС в соответствии с заявкой председателя были установлены скамейки и урны в местах общественного пользования у подъездов многоквартирных домов на детских и спортивных площадках. В 2007 году администрацией города Костромы была разработана нормативная база, регулирующая деятельность субъектов территориального общественного самоуправления. В целях совершенствования деятельности органов ТОС, стимулирования общественной активности, осуществляются следующие механизмы социальной и финансовой поддержки органов ТОС. Во-первых, могу назвать меру социальной поддержки, которую мы выплачиваем единоличным руководителям органов ТОС и председателям коллегиальных органов ТОС. Им компенсируется оплата за жилье и коммунальные услуги. В настоящее время такую компенсацию получает около 50 человек. Вторую финансовую помощь, на которую я хотела бы остановиться, это, безусловно, гранты тематические. Мы предоставляем органам территориального общественного самоуправления денежные средства на проведение различных мероприятий. Это и новогодние мероприятия, и праздник Масленицы, и День Победы, День пожилого человека. Несколько лет подряд учреждаем тематический конкурс на лучший орган ТОС. Такая премия составляет около 50 тысяч рублей, максимальный размер этой премии. Соответственно, мы выбираем орган ТОС, который в прошедшем году достиг наибольших результатов по реализации собственных инициатив и награждаем их этой премией. И еще есть премии, которые мы выплачиваем за активную реализацию собственных инициатив по вопросам местного значения. Костромские ТОСы регулярно проводят такие мероприятия, как День знаний, День России, День народного единства, День защиты детей, День любви, семьи и верности, День матери, День защитника Отечества, 8 марта, День города. Вот мы к советам ТОСа приняли участие и получили грант второй степени 28 тысяч. На эти денежные средства мы устроили новогоднее мероприятие. У нас очень много призов для детей, которые будут участвовать в играх, конкурсах, эстафетах. Сделали адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной, инвалидов, инвалидов детей, пенсионеров одиноких, которые нет возможности прийти сюда на праздник. Мы 300 человек поздравляем с этим праздником адресно. Я хочу вообще-то огромное спасибо сказать администрации, что у них есть возможность выделять вот эти гранты, проводить конкурсы, потому что это нужно очень, это очень нужно населению. Это дает сплочение, общение, ну и хорошего настроения дает. В течение года проводится более 20 спортивных мероприятий. Четыре ТОСа имеют многофункциональные спортивные площадки, спортивные поля или стадионы, на которых регулярно организуются различные соревнования. Те ТОСы, которые не имеют оборудованных спортивных мест, организуют на своей территории в летнее и зимнее время соревнования «Папа, мама, я. Спортивная семья. Веселые старты». В ТОС Некрасовская стал традиционным спортивный праздник для детей «Спорт – это здоровье». В 2014 году на территории ТОС совместно с муниципальными учреждениями проведено 206 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 20 тысяч человек, участниками которых стали дети, молодежь, представители старшего поколения, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны, ветераны труда. Для некоторых ТОСов стала доброй традицией отмечать православные праздники. Так на территории ТОС в селище ежегодно 23 июня празднуют Александров день. ТОС Козелина 14 августа отмечает Медовый спас. ТОС Пантусова 2 августа Ильин день. А ТОС Ипатевская слобода 21 мая проводит мероприятие, посвященное Дню апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Посещая храмы по нашей России, в частности в Тутаеве, я где-то лет пять увидел такую традицию, когда на престольный праздник весь город собирается вокруг храма, ставятся столы, идет такое народное гуляние. Подошел к отцу-настоятелю и за благословением, чтобы сделать такую традицию и у нас в нашей богословской слободе. Храм поддержал, и вот уже пять лет у нас такая традиция, что ТОС приобретает продукты для стола, организует чаепитие, и совместно вместе с храмом и мы организуем такую трапезу. Девочки, проходите. Александра Александровна, вас пришли поздравить. Спасибо. Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей уделяется особое внимание. Традиционно участники ТОС поздравляют ветеранов со всеми значимыми календарными праздниками. В свою очередь ветераны сами активно участвуют в деятельности ТОС и во всех проводимых на территории ТОС мероприятиях. К 70-летию Победы для ветеранов войны было организовано 41 мероприятие, которое проводилось совместно с ветеранскими организациями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями культуры. Возглавляет нас ТОС Валентина Ивановна. Она очень активная, очень энергичная и своей энергией заражает нас всех. Мероприятия проводятся самые разнообразные. Все как-то отвлекаются. У нас или дом такой дружный, или благодаря ей такие вот у нас люди. Взаимодействии с управляющими компаниями и органами социальной защиты населения оказывается адресная помощь ветеранам. Например, ТОС «Дом номер 7» по улице машиностроителей привлек спонсорские средства и организовал работу по ремонту пола в квартире одиноко проживающей 90-летней жительницы. Ежегодно активные жители ТОС принимают участие в городских социально значимых акциях. Семья помогает семье. Соберем детей в школу. В благотворительных акциях «Неделя добрых дел» пока беда не коснулась всех. Спешите делать добро. Новый год каждому ребенку. Ежегодно органы ТОС принимают активное участие в городских акциях. Во всероссийском дне посадки леса в массовой акции «Зеленая волна», приуроченной к 70-й годовщине победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Благоустройство территорий – важнейшее направление в деятельности органов ТОС. Серьезную поддержку в этом опросе оказывают муниципальные органы власти. Органы ТОС принимают активное участие в ежегодном месячнике по уборке территории, проводимом администрацией города, и формируют свой план проведения субботников. Особенно стоит отметить отношение участников ТОС к озеленению своих придомовых территорий, окостровы, разбивка клумб и газонов с цветами. Оформление территорий. Облагораживаем территорию, приводим в порядок надлежащий, там красим заборчики, клумбы у нас устроены, красим там колеса, вот домик у нас, там будет у нас манекен сидеть, дед с бабкой. За 2014 год на территории органов территориального самоуправления было проведено 737 субботников, в которых приняло участие 12 824 участника ТОС. Помимо этого, субботники проводятся при подготовке к каждому культурно-массовому мероприятию. Одним из основных направлений деятельности ТОС является взаимодействие с органами обеспечения правопорядка и пожарной безопасности. 12 общественных пунктов охраны правопорядка ОПОП находятся на территориях субъектов ТОС. Совместно с участковыми, уполномоченными полицией и представителями ОПОП, в 2014 году участники ТОС провели более 800 мероприятий и профилактических бесед, направленных на формирование здоровой и безопасной среды проживания на своих территориях. Заборы, номерные знаки, чтобы все это было у нас в надлежащем состоянии. Сам домовладелец несет за это ответственность. Ежегодно органами территориального общественного самоуправления проводится более 200 мероприятий по противопожарной безопасности. Участники территориального общественного самоуправления, расположенного на территории с индивидуальной жилой застройкой, кроме бесед с жителями, регулярно проводят рейды по осмотру территории общественного пользования. Мы, конечно, за эти годы убедились, что в городе Костроме живет огромное количество неравнодушных, активных людей. И очень бы хотелось, чтобы эти люди не просто критиковали администрацию, а чтобы они объединялись и вместе реализовывали собственные инициативы, воплощали в жизнь те свои идеи, замечательные идеи, которые у них рождаются. Поэтому мы призываем всех горожан объединяться в ТОСы, поскольку уже годами проверено, что такая форма взаимодействия с органами местного самоуправления она полезна как органам, как администрации, так и самим гражданам. И взаимодействуя именно в этой форме мы достигаем самых лучших результатов на благо нашего города замечательного. Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется мир и станет прекрасным все для нас. Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час, когда улыбнется мир и станет прекрасным все для нас. Продолжение следует...